По традиции на заседании антинаркотической комиссии собрались представители администрации города, образования, здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов и других заинтересованных структур. Вопросы обсуждали самые серьезные и злободневные. Главный на сегодняшний день, отметил заместитель главы администрации по социальной кадровой политике Наталья Лапшина, уберечь молодежь от пагубных привычек и заслушал доклады членов антинаркотической комиссии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество людей с алкогольным объединением возросло на 4%. Также речь шла и о работе учителей социальных служб, которые призваны проводить профилактические беседы о вреде алкоголя и наркотических средств среди жителей города всех возрастов. В городе проводится множество мероприятий для молодежи, способствующих воспитанию здорового образа жизни. Но как ни печально, выявляются случаи алкогольного и наркотического опьянения у жителей города. Участники совещания обсудили меры профилактики борьбы с алкоголем. Чтобы бороться с этим негативным явлением, предполагается запретить в праздничные дни продажу алкоголя в торговых точках. А также провести работу в средствах массовой информации по профилактике алкоголизма. Провести в 2017 году работу в средствах массовой информации, компанию по профилактике алкоголизма. Ну, различные ролики. Может показать этих алкоголиков, до чего их жизнь опустила. Что касается охраны общественного порядка, вот вносим такое предложение. Просим рассмотреть вопрос о включении в обязательно в постановлении главы администрации о проведении уличных и публичных мероприятий с участием количества более 100 человек. Обязательный запрет продажи алкогольной продукции. Обсудив сложившуюся ситуацию, члены комиссии выстроили план дальнейшей работы по проведению профилактических мероприятий на территории городского округа на этот год. Константин Меркшов, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС.